Беседа на утренней прогулке со Шилой Прабхупадой 3 января 1974 года в Лос-Анджелесе. Шудры, представители четвертого класса людей, занимают правительственные посты. Это одна проблема. Другая проблема – гнантам го миттунам пада, они содержат бойни на промышленном уровне. Это две проблемы современной цивилизации. У руля власти стоят шудры, не к шатри. И они не руководствуются советами класса интеллектуалов, браманов. Первое, что говорится о Парикшите Махараджа, это Двиджаварья Шикшая. Он руководствовался советами лучших браманов. И он был кшатрием высшего уровня. И в его стране не было боин для животных. Они тоже страдают. Каждый день они говорят о новой проблеме. Как решить эту проблему? Как решить ту проблему? Но откуда возникают проблемы? Потому что есть эти несовершенства. правительством управляют шудры. И они убивают коров. Содержат бойни. В этом проблема. И они не опираются на руководство лучших, разумных людей. За пять тысяч лет ситуация ухудшилась, но введя сознание Кришны, можно ли обратить это вспять? Да. Это единственное избавление. Это единственный выход из сложившейся ситуации. Каждый, кто обращается к повторению и пению мантры Харе Кришна, очистится от всех грехов. И тогда всё будет замечательно. И это практично. Это не сказка какая-то. Только посмотрите, все наши ученики в Европе, в Америке, у них было столько дурных привычек, и поскольку они, повторяя святое имя, сейчас они очистились, это всё происходит на небольшом уровне. Но если вы будете вести широкую проповедь, то все очистятся. Обрыв записи. Учеников учат с самого начала их жизни есть мясо. Они кормят их мясом. Здесь, в вашей стране, маленьких детей кормят измельченным мясом. И также люди каждый день употребляют одурманивающие средства. Как они смогут отказаться от всех этих одурманивающих средств? Обрыв записи. Где Карандара? Джай Пропат. Как насчёт плаката, постера? Мы говорили об этом с Праджапати вчера, и мы пытались найти художника, который бы это сделал. Жена Нарына Рами Прабу, очень опытный художник, и, по-моему, она согласилась. Да, она очень хороший художник. Займите её этим. Может быть, вы могли бы объяснить нам поподробнее. Нет, не стоит загромождать это детальными. Просто сделайте символическое изображение. С тремя фигурами в центре? Да. Один преданный. Нет, все преданные. Все они трое преданных. Но они заняты в трёх отделах. Мы думаем, что администратором может быть судья, верховный судья. Да, администратор. Другим может быть президент. Да, президент тоже администратор. Нет. Один должен принадлежать к религиозному укладу. Это также необходимо. Но здесь мы видим, что люди, которые участвуют в религиозных делах, они также имеют зависимость от этих четырёх принципов греховной жизни. И они выставляют себя религиозными людьми. На одной картине мы должны изобразить мясоедение или убийство животных? Убийство животных. Это передаст смысл более широко. Три человека и один в костюме. У них у всех будет тилака, кантималы четкие. Нет. Тот, кто в шафранной одежде, это саньяси. Один, может быть, в шафранной одежде, триданди саньяси. Где наш Гуракрипа Махареш, это наш религиозный человек. Как отличить других двух человек? Они будут оба в костюмах. Но один президент, он будет с президентским подиумом, с изображением символа президентской власти. другой судья будет в черной мантии. Сделать эту картину очень хорошей. Пусть она будет лаконичной, но при этом очень убедительной. я новичок в этом движении сознания Кришны и я не так строго следую всему, как ваши преданные. Сейчас меня разрывают на две половины. Майя так сильна и одновременно ваши слова находят во мне отклик. Что это? Сомнение. В чем ты сомневаешься? Мой ум слишком много рассуждает. Ты хочешь продолжать? или хочешь прекратить? Я хочу прекратить. Прекратить рассуждать. Опирайся на наставление из шастры. Не нужно фантазировать, это тебе не поможет. Это как когда ребенок начинает рассуждать, кто мой отец? Он никогда не достигнет успеха. Но как только он спросит у своей матери, кто мой отец? Он сразу получит знания. Вот твой отец. Общение очень важно. Общение. Да. Необходимо получать знания от авторитета. Такое знание совершенно. А эти негодяи, которые рассуждают с точки зрения философии, науки, все это бесполезно интрата времени. Я живу в Лонг-Бич и скоро пойду в школу. Мы не признаем никакого спекулятивного знания. Нам нужны окончательные и неопровержимые выводы опытного человека, того, кто обладает знанием. нриппанирнита потребляется именно это слово. Нриппанирнита заключено. Нирнита. То есть уже вывод уже сделан. Об этом нет смысла спорить. в ведических писаниях используются эти слова. нриппанирнита нирупитах я должен отказаться от этого. Как там в следующей строке? Мы признаем то знание, которое является окончательным, заключительным неоспоримым. Ученые ставят разные эксперименты, пытаясь отыскать начало жизни. Они сбиты с толку, они думают, что жизнь возникла из материи. У них нет опыта. тем не менее, этот негодяй Дарвин выдвинул теорию, и они отстаивают ее. У них нет практического опыта, который бы подтверждал, что жизнь возникает из материи. это называется брыщик отандуланьяя. У вас нет такого в вашей стране, у нас это есть. Иногда скорпионы появляются из мешка с рисом. Вы видели такое? Я этого не видел, но я слышал об этом примере. Да, они думают, что скорпион родился из риса, что рис является причиной появления скорпиона. Это называется тандула в рище каньяя, но рис не может дать жизнь. Истина состоит в том, что скорпион отложил яйца в этом рисе, и когда рис начинает бродить и нагреваться, из рис появляются маленькие скорпиончики. и глупые люди думают, что скорпион родился из риса. Это невозможно. Так они выдвигают эту эволюционную теорию, говорят, что человек появился от обезьяны. Но мы видим, что люди от обезьян не рождаются, никто такого не видел. они выдвигают множество разных теорий, которые не являются фактом. Как быстрее всего обрести знания? Самый быстрый способ. Я уже сказал тебе, нужно принять знания от авторитета. Я уже дал пример. Ты не можешь проводить исследования, чтобы узнать, кто твой отец. Но если ты обретишься к авторитету, к матери, то ты сразу же поймешь. Это самый быстрый способ. То, что мне не дает покоя, просто попытайся это понять. Принцип принцип таков, если ты получаешь знания от настоящего авторитета, то это самый совершенный и быстрый способ. Если ты хочешь обрести знания при помощи своих несовершенных чувств, путем исследований, ты никогда не придешь к успеху. современный метод — это искать истину при помощи несовершенных чувств. Все эти ученые, философы этим и занимаются. Они признают, что их чувства несовершенны, тем не менее они пытаются достичь совершенного при помощи несовершенных чувств. В этом их проблема. Они надеются, что свое несовершенство они смогут сделать совершенным при помощи исследований. Это невозможно. Несовершенство останется всегда несовершенством. Они превозносят эти несовершенства, Шива Пруппада говоря, если они не будут превозносить свои несовершенства, как они смогут сохранить свое положение? У них нет основания, если они не будут прославлять свои достижения, то все увидят, что они негодяи, и у них не будет доводов. Им придется признать, что мы негодяи, поэтому они должны прославлять. Об этом сказано в Бхагаватам. Это общество состоит из ослов верблюдов, свиней и собак. Они все ослы, верблюды, собаки, и они прославляют друг друга. О, ты открыл это! Ах, замечательно! Какой ты хороший! Но мы понимаем, что и прославляющие, и прославляемые, и те, и другие собаки и кошки, они не заслуживают нашего доверия. Это просто животные, которые лестят друг к другу. И сейчас они также могут обвинять нас в том же. Вы тоже общество животных, которые друг друга прославляют. Кто же будет судить? Кто прав? Кто сможет судить об этом? Должно быть какое-то суждение. Все будут говорить, что я прав. Но кто судит? Должен быть судья. Если адвокаты с обоих сторон сражаются и говорят, что мы правы, кто же будет судьей, кто принят решение? Шастры, гуру, саду. Да, да, вот кто судья. Поэтому мы цитируем ведические писания. Как только мы что-то говорим, мы сразу же подкрепляем это цитатами из ведических текстов. Именно так это нужно делать. Сейчас появилось много гуру-жуликов и шастр. Много неверных представлений, поскольку они жулики, поэтому они не принимают авторитеты. В противном случае их разоблачат сразу. Шастры, чакшуша. Вот наставление Шастры. Да, да, давай. Ты наказала нас. Есть такой аргумент. Я тебя не боюсь. Хотя я убегаю, я тебя не боюсь. Не думай, что я тебя боюсь. Вот как поступают собаки. Они гавкают, но при этом убегают. Они не подойдут. Ну давай. Обрыв записи. У нас каждый день Новый год. Нава, Наваяована. В сознании Кришны настолько замечательное, чем больше вы продвигаетесь, тем больше убеждаетесь, что нет ничего старого. Все время Новый год. Люди думают, что мы повторяем одно и то же. Все постоянно. Харе Кришна. Но мы чувствуем каждое мгновение новое наслаждение. Попробуйте повторять любое другое имя. Вы не сможете повторять больше нескольких часов. Но мантру Харе Кришна вы можете повторять постоянно. Если бы не было этого нового откровения, нового опыта, как бы мы смогли это делать? Абридзаписи ты можешь проповедовать здесь. А 14 числа мы можем вместе поехать в Индию. Хорошо? Что ты думаешь? Вы туда привезете своих ребят? Они поедут отдельно. Если мы поедем другим путем, то это дешевле. через Нью-Йорк. Я не могу туда отправиться. 45 минут на самолете из Майами мы увидели комету. Это плохое знамение. Большой было? Очень большой. 45 минут она светилась. 4-5 первых вспышек были очень большие и каждые 30 секунд была большая вспышка ярче, молния. Очень яркая. Очень яркая. Очень быстро летела по небу. Очень быстро. 45 минут самолет пролетел мимо. Она осталась позади. Это плохой знак. В соответствии с астрономией Поэтому мы следуем астрологии, опираясь на созвездия. Ребенок рождается, все имеет связь. То есть расположение звезд влияет на ребенка, и поэтому астролог, он подсчитывает расположение звезд и вычисляет, определяет его будущее. дхумакету описывается в Дашаватар 103. Дхумакетум ива Кима Кима Пик Карал. Как только появляется комета, это влечет за собой какие-то катастрофы, большие катастрофы. В детстве мы увидели комету, не такую маленькую комету, тем не менее объявили Первую мировую войну. Мы это видели в 1914 году. Это была комета Галлея. Они называют это комета Галлея. Сейчас вы можете ожидать, что в любую секунду может произойти в этом мире какая-то катастрофа. Но комета это знак, знамение, предсказывающее какую-то великую катастрофу. Материальный мир здесь на каждом шагу катастрофа. Но те, кто приняли прибежище у Кришны, эти катастрофы не для них. большая была? Очень большая. Это было потрясающее зрелище. 20 миль. 20 миль? Первые 50-60 миль ее полета сопровождались пятью большими вспышками, как огромной молнией. После этого она стала меньше. Каждые 30-40 секунд были еще большие вспышки, но не такие, как молнии. Это совершенно необычное явление. Ученые сказали, что она 83 миллиона миль длиной. Ее хвост 83 миллиона миль длиной. Хвост кометы она летит очень быстро, поэтому за ней тянется хвост из газа. Кто же дал ей газ? А рабы? Ну, у нее этого добра полно. Когда нужно проводить кертон, у нас энергия не заканчивается. Она бесконечна. Из-за присутствия кометы атмосфера также загрязняется. Когда я видел ее, она была вот такой, круглая, затем хвост. Это так? Такая же была? Нет. Длинная полоска. Она была за облаками. Было много облаков на небе, и можно было видеть ее через облака. А с какой скоростью она летела? Если она была длиной 83 миллиона миль, и очень тяжелой, то, наверное, скорость должна была быть очень гигантской. Гигантская скорость. Я не знаю, сколько, но миллионы миль в час. Возможно, не миллионы, сотни тысяч миль в час. На этой комете, наверное, должны быть какие-то живые существа есть. Да, пропадают? Конечно. Живые существа повсюду есть. Ученые очень вдохновлены этой кометой, потому что они думают, что она состоит из первичного супа Вселенной, и они думают, что они смогут найти ответ на то, как была создана Солнечная система, изучая ее в свои телескопы. Пусть несут всякий вздор. На бенгальском мы говорим «пагалекинаболе, чагалекинаболе, чагалекинабхай». Козел может съесть все, что угодно, а сумасшедший может говорить все, что угодно. А живые существа на этой комете они демоничны или разумны, или не обязательно они демоничны. Есть две категории людей, они всегда существуют, разумные и демоны. ученые всего лишь год-два назад обнаружили эту комету. Они сказали, что даже если она и пролетала раньше у Земли, то это было во времена динозавров. Динозавров? Да, где-то 50 тысяч лет назад. Они не могут сказать, что происходило вчера, и при этом говорят о том, что было 50 тысяч лет назад. Об этом сказано в какой-то шастре или это его собственное утверждение? Нет, они определили это математически по траектории и скорости. она летит с определенной скоростью по определенной орбите, и они подсчитали, что чтобы сделать один круг по орбите нужно где-то от 50 до 200 тысяч лет. Об этом сказано в астрологии, в астрономии. Это не открытие. На самом деле, один ученый просто посмотрел в телескоп и заметил ее, и они назвали это открытием. И, конечно же, он назвал ее в честь своего имени. Кто? Ученый, его зовут Кахотек. Он обнаружил эту комету, и ее назвали его именем. А где-то в другом месте они упоминаются? Я уверен, что он хочет заявить свои права на нее. Он хочет сохранить свое открытие за собой. Нет, я имею в виду, в какой-то астрологической книге упоминаются об этом? Возможно, ученые с этим не согласятся. Они думают, что если они это не обнаруживают, сами не открывают, то это не не авторитетное. Если только кто-нибудь из них не откроет это в книге, если кто-то из них откроет это в шастве, тогда они говорят, что они просмотрели все древние книги и древние записи и не нашли никаких упоминаний об этой комете. Я думаю, что в индийской астрономическом календаре должно быть упоминание. Обрыв записи. Нет, как правило, мы знаем, что если пролетает комета, то это влечет за собой очень плохие последствия. То есть не комета сама является причиной этих плохих последствий, она является лишь признаком. Она приводит. Она приводит. А такая комета влияет на сознание, так же, как материя. Комета, она подобна планете. Это определенное средство, транспортное средство, на котором путешествует множество сознающих существ. это можно сравнить с полисменом, который вдруг неожиданно появляется перед нами, из чего следует, что кто-то совершил преступление, и он ищет этого преступника. Вот так.